Здравствуйте! Вы на канале Рослины. Рослины по белорусски растений. Сегодня мы поговорим о бегонии. Это бегония арамплиная. Она была куплена членком. Теперь она выросла вот в такое прекрасное растение. Конечно, его можно сохранить для себя. Для чего это нужно сделать? Во-первых, я живу в небольшом городе и не могу просто пойти и купить растения в садовом центре или на рынке. У меня нет такой возможности. Многие тоже живут в небольших городах или деревнях. Это во-первых. Во-вторых, есть какой-то такой интерес, знаете, для человека, у которого это любимое хобби. Просто смотреть, как растет и развивается растение, это ведь всегда интересно. Ну, материальные причины тоже важны. Это растение можно сохранить просто обрезав его, когда оно завянет уже осенью, и забрав к себе в дом. Потому что эти бегонии, это клубневые бегонии. Они образуют клубень, поэтому они так и называются. Но всегда нужно подстраховаться. Перезимует ваш клубень, не перезимует. А вот молодое растение, которое укоренится сейчас, вы сможете забрать и просто его держать как комнатное. И будете уверены, что оно точно перезимует и останется с вами на следующий год. Как ухаживать за клубневой бегонии? Главный принцип не заливать. Я вообще не знаю ни одного растения, которое бы любила, чтобы его заливать. Это вообще важный принцип ухода за контейнерными воршочными растениями. И подкармливать. Всегда задают вопрос, а чем вы подкармливаете? Я спрашиваю, а что у вас есть? Потому что если я скажу, что я кристаллоном подкармливаю, не каждый может его пойти и купить. Такое удобрение. Поэтому купите любое удобрение, которое можете купить для цветущих растений. Там, где в формуле азот, фосфор, калий, где больше калия. Для цветущих растений как раз таки он необходим. И подкармливайте. Я подкармливаю два раза в неделю. Кто-то подкармливает с каждым поливом. Но сейчас жарко, лето, поливать нужно часто. Поэтому я особо не заставляю растения так жировать. И как видите, они в довольно хорошей форме. Какой черенок срезать? Давайте посмотрим. Для начала мы с вами замочим таблетки. Это кокосовые таблетки. Мне нравится в них черенковать. Есть еще торфяные таблетки. Мне кокосовые таблетки больше нравятся. Здесь нет грунта. И вот этот состав кокосовый, он практически не содержит никаких ни бактерий, ни болезней. И черенок лучше приживается. И на первых порах, когда питание молодым корешкам не нужно, Это как раз вот та среда, потому что здесь никакого питания нет вообще. Но как только вы увидели, что корешки начинают пробиваться через таблетку, Надо сразу пересадить уже в грунт. Значит, мы заливем таблетки. Пусть они разбухают. Отстанем их в сторону. А сейчас срежем черенок. Перед тем, как срезать черенок, мы обработаем инструмент. Растения, как и люди, тоже болеют. И тоже могут заражать друг дружку. Нам нельзя этого допускать. Поэтому мы обрабатываем инструмент. И срезаем в какую-нибудь черенок. Ну вот. Здесь. Смотрите. Вот. Я его срезала. Убираю нижний листок. Бутоны. Верхний очень аккуратно, чтобы не повредить. Вот тут вот, видите. Чтобы лучше вам показать. Вот. Очень-очень-очень аккуратненько. Вот. У нас получился хороший черенок. Глядим. Знаете что? Листок я тоже не буду выбрасывать. Мы его попробуем посадить. А вдруг у нас получится растение из листка. Это было бы вообще прекрасно. А вот это бегоня вечно цветущая. Мы ее тоже попробуем посадить. Я за ней ездила за 70 километров. И вообще такого сорта махрового не видела. Я сама садила простую, вечно цветущую. Ну вот этот сорта с зеленой листвой. Бадабум. Есть еще Бадабим, который с зеленой листвой. Вот. А вот такого сорта у меня не было. Я его получила черенком. Поэтому, конечно, я хочу его сохранить. Он очень удачный. Прекрасно растет. И прихотлив. Почему бы и нет. Как ухаживать за такой бегоней? Те же принципы, что и заклубневая. Единственное, что сохранить, наверное, легче. Потому что ее можно просто забрать в дом, как комнатное растение. Конечно, у нее тоже будет период покоя. Может быть, она перестанет так бурно цвести. В те времена, когда будет короткий световой день. Потом ее в феврале нужно обрезать. Обрезки, кстати, тоже можно укоренить. И она обрастет и будет опять цвести и радовать в следующем году. Опять-таки, обрабатываем инструмент. Спиртовым раствором. И выбираем, чтобы нам такое срезать. Ну, здесь новый есть у нас чего. Вот такой черенок. Немножко вытянувшийся, конечно. Светом аломат. Густой растень. Обрываем все цветочки. Особенно осторожно. Вот этот вот, видите? Верхний бутон. Чтобы не повредить. Но он еще не совсем вышел. Поэтому я его не буду трогать. Когда он немножко выдвинется. Из вот этого верхнего побега. Я тогда его порву. А так, боюсь просто повредить. Ножка здесь вполне хорошая. Можно, в общем-то, посадить. Черенки у нас готовы. Таблетки тоже разбухли. Теперь берем стимулятор корнеобразования. Стряхиваем. Корневина не должно быть много. Проделываем отверстие но не до конца. Помним, что корневин должен остаться там, где кончается стебель. Так. Теперь следующий черенок. Перестряхиваем. Проделываем отверстие. Так. У нас остался еще листок. Мы тоже его вот так. Чуть-чуть опудрили корневином. Так. Сторонечку уберем наши черенки. Так. Проделаем отверстие. Кто-то так не очень хочет проделаться наше отверстие. Зажали. Теперь будем делать импровизированные теплички. Ну, у меня вот стаканчик. Опа. Так. Готово. Первый пошел. Второй тоже. Ну и третий. Мы подходим. Опа. Видите, достается. 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 Надо бы какой-то уже его забросить. На бою, что есть, и могут помешать. Так. Ну, попробуем. О, нет. Не получилось. Не получилось. Мы же люди упорные. Должно же получиться. Ну, как. Так. Если мы что-то задумали, мы это сделаем. Хочет он этого, не хочет. Черену бегуни. А мы его все равно посадим. Так. Ну, вот. Готово. Теперь нам останется проветривать каждый день. Хорошо бы такое место найти с постоянной температурой. Сейчас лето. Если вы будете держать где-то там, где будет очень-очень жарко, черенок может просто свариться. Может быть, забрать дом в квартиру, где температура такая более спокойная. 20 с копейками. Допустим, 24-26. Но не забываем обязательно проветриваем. Обязательно. Черенок каждый день. Желательно, конечно, протирать конденсат. Ну, если вы согласны так заморачиваться, было бы замечательно. У меня тут случайно рояль в кустах. Смотрите-ка. Я, конечно, уже позаботилась, чтобы сохранить мои экземплярчики на будущий год и укоренила их. Извините, со съемкой у меня не очень. Вот это растение вегония вечноцветущей. Уже и зацвело. Видно, что растет и неплохо. Этот череночек сидит довольно долго. я не знаю точно, есть ли у него корешки, но пока сидит и сидит. Не растет особо. Есть бутончик, но он и срезался с таким бутончиком. Будем надеяться, что все-таки он приживется. Ну, а наши черенки, которые мы посадили и листик. Мы будем смотреть за ним, проветривать. Может быть, через месяц где-то я покажу, что получилось. Обязательно осматривайте основание черенка. первое время его, ну, конечно, желательно не доставать, но смотрите, чтобы не пошли гнили, потому что это может испортить вам весь ваш эксперимент, так сказать, растительный. Если гниль пошла, достаньте черенок, обрежьте, опять обработайте корневином, посадите, но, конечно, уже в другую таблетку или в другой грунт. В тот же сажать не нужно. там уже развиваются болезни. Я все-таки надеюсь, что мои кокосовые таблетки защитят мочинки от всяких гнили и они хорошо укоренятся. Ну, это мы посмотрим дальше с вами. Не забываем, что клубневую бегунью не выставляем на яркое солнце. У меня она вот на этом столике стоит. Здесь только пару часов вечернего солнца. А вот бегунья вечно цветущая, она стоит у меня там, где вы видите сейчас решеточка за стаканчиками. Там после обеда яркое юго-западное солнце, прям светит там и петунии, и пеларгония, все светолюбивые. И она там тоже стоит, тоже прекрасно себя чувствует. на сегодня пока все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого. до скорого. До свидания.